Школьники, кадеты, юно-армейцы, представители воинской части, все сегодня гости политеха. Принимающая сторона, полице-руководство вуза, преподаватели, студентов военно-учебного центра. Сегодня они при параде и готовы к параду. Специально поступал в политех, ради того, чтобы пойти именно на военно-учебный центр. Более специализированно я обучаюсь обслуживанию военной техники, именно танков Т-72. Нас обучают строению, ремонту, эксплуатации. Танков на сковородке не было, но была военная техника. Автомобиль КАМАЗ, который стал импровизированной сценой, предоставили партнеры политеха, представители военно-космических сил. Они же сегодня показали свои умения и боевые навыки. Все в любое там мешали, от войны до войны. Наблюдали за действием и прохожие, которые на сковородке оказались случайно. Но их захватило. Да и предстоящий праздник для них не просто дата в календаре. Слезы на глазах, наш праздник. Мы это все прошли, Миленько. Я до войны родилась. Войну все прошли. У меня брат погиб, Пашенька у меня с 26-го года. Погиб и так, не знаю, никакого нам в связи даже не было. Для меня вообще святое. У меня отец погиб. Я нерожденная осталась. Отец погиб. Мама нас двоих поднимала. О праздничной дате знают и те, кто в России совсем недавно. Студент из Камеруна, не задумываясь, рассказал все, что знает о Дне Победы. Во время Второй мировой войны Россия воевала с фашистами. И в 9 мая 1945 году Россия победила над фашистами. Кстати, в рамках празднования Дня Победы иностранные студенты выступили с интересной инициативой, которую в Политехе с удовольствием поддержали. Правда, в большей степени это студенты из стран бывшего Советского Союза. Рассказать о своих родственниках и вот свои воспоминания своих родителей, свои воспоминания об этих родственниках поместить на сайт. И сегодня мы презентовали сайт, где каждый желающий, мы назвали его, политехники помнят, может рассказать о своих родственниках. И вот самое интересное, что в первую очередь, конечно, наши иностранные студенты откликнулись, наши немножко, видимо, обдумывали это, а вот иностранцы. Потому что у нас общая страна была, общая победа. Праздничный парад Бардаунского гарнизона еще впереди. А сегодня стройным маршем по сковородке прошли студенты военно-учебного центра, завершая мероприятие в честь Великой Победы. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.